Сегодня наконец-то погожий, хотя и прохладный денек. Естественно, всю свою рассаду я переместил на лоджию, поскольку солнышко этой весной маловато и очень ей тут будет хорошо. Температура на лоджии подходящая, вот сейчас 22 градуса. Это вполне нормально, и не жарко, и не холодно, и солнышко есть, и рассаде будет очень хорошо. И вот вся моя рассада здесь располагается. Вон там мои скромные баклажанчики, вот здесь перчики. Я не спеша всю рассаду отсортировал. Вот здесь помидоры находятся. Всю просмотрел, провел определенный анализ. Вот здесь разные вещи, которые я заготовил уже увозить на свой участок. И сегодня, после тщательного осмотра рассады, я хотел рассказать несколько интересных моментов, которые у каждого огородника, я уверен, бывают, каждый сезон. То есть иногда некоторая рассада показывает себя не совсем обычно. И всякие разные интересные случаи тоже происходят. Что я имею в виду? Начну с помидоров. Вот, например, мои детерминантные помидорки. Они еще окончательно не прорежены. Буду выращивать по два растения в стаканчике. Оставлено пока по три, на всякий случай. Потом буду отсаживать или удалять. Там будет видно. И вот все нормально. Ну вот некоторые сорта показали себя не совсем обычно. Вот, например, сорт Бабушкин поцелуй. Вроде бы рассада нормальная. И взошла хорошо, и растет неплохо. Не сильно отличается от прочих. Но опытные огородники сразу увидят. Да и неопытные, впрочем, тоже. Сразу здесь видно, что листики у этой рассады не совсем обычные. Вот видно, какие у нее настоящие листики. У нормальной рассады вот такие листики. А здесь, ну, скажем так, цельные какие-то. Необычные. Что можно сказать? Это случай редкий. Я, конечно, не знаю этого сорта. Пробую его впервые. Попробую еще посмотреть про него что-нибудь в интернете. Неужели это сорт такой, с такими листьями? Когда-то давно у меня вырос один помидор вот с такими листьями. Он вырос. И даже плодоносил в грунте. Но, к сожалению, плоды не соответствовали оригинальному сорту. Вот не знаю, что будет с этим сортом Бабушкин поцелуй. Кто выращивал этот сорт, может подскажет, какие у него должны быть настоящие листики. Вот именно такие. Или все-таки, как у обычных помидоров. И со временем это прояснится. Ну, как бы то ни было, это у меня один единственный помидор вот в этом сезоне вот с такими листиками. Дальше. Видно, что сорта разные. Вот детерминатные помидоры пока рассматриваем. Они очень сильно отличаются друг от дружки. Вот, например, сорт изумрудный. Я его раньше не выращивал. Но, тем не менее, он взошел хорошо и растет хорошо. Но, просто, у него рассада очень коренастая, очень маленького роста. И растет намного медленнее, чем другие сорта. Чем, например, вот этот сорт. По-моему, это толстый джек. Да, собственно, и все другие сорта растут более или менее ровно. А этот сорт, вот видно, он отличается маленьким ростом. И растет тоже медленнее. Вот такие сорта, если я буду выращивать в дальнейшем, я обязательно помечаю в специальной тетрадочке, чтобы знать на будущее. Если я буду его потом сеять и выращивать, то я просто уже буду его сеять пораньше. Это надо брать на заметку. Вот рядом еще один такой же сорт. Мохнатый шмель. Он еще меньше. Ну, кроме того, у него очень интересные такие даже росточки, листики такие мохнатенькие уже какие-то. И плоды тоже должны быть такими же. Он еще более сильно отстает, чем даже изумрудный. Если этот сорт мне понравится и буду выращивать его и дальше, просто я на заметку уже буду брать, помечу обязательно сейчас. Уже надо сеять его пораньше. Вот такие вещи интересные иногда происходят с детерминатными помидорками. Еще вот в этом стаканчике у меня вроде бы обычный помидор. Это сорт Настенька. Очень хороший сорт. Чем же он привлек мое внимание? Это просто вот именно этот росточек. Еще там второй, вот видно, маленький. Они взошли рядышком и были у них семидольные оболочки скреплены. То есть, было два ростка из одной семидольной оболочки. И было даже подозрение, что это, ну, может быть, близнецы или еще что-то. Но потом выяснилось, хотя семена магазинные все-таки, семенные оболочки были каким-то образом очень сильно склеены. И потом они разъединились. И вот меня, друзья, огородники попросили, что оставить вот этот вот помидор. Посмотреть, как эти два братца вместе будут расти. Я их отсадил в отдельный стаканчик. И вот, к сожалению, один росточек, он и был немножечко мощнее. И сейчас вот он растет хорошо. Ну, вот видно его. А второй, к сожалению, растет не так удачно. Он пока целенький. Но видно, что он отстал уже очень-очень сильно. Я его, конечно, не трогаю. Пусть растет. Что из него получится, посмотрим. Но уже видно, какая большая разница между этими росточками. Это как раз вот именно те два ростка, которые были со слипшимися семенными оболочками. Дальше. Это уже вот у меня индетерминатные помидоры. Они немножечко раньше были посеяны, чем детерминатные. И уже немножечко побольше ростом. Здесь тоже есть некоторые моменты. Некоторые сорта. Вот, например. Видно, что они намного крупнее, чем их собратья. Вот примерно все сорта вот такого роста. А некоторые есть вот такого. Даже еще не удалось грунт подсыпать. Так, посмотрим, что это за сорт. Это вот пылающее сердце. Зашли нормально вовремя. И растут вроде бы нормально. Просто медленно. То есть этот сорт, очевидно, просто отстает. И на будущее, если доведется его выращивать, тоже надо будет пометить, что он растет медленнее и сеять его пораньше. Еще один сорт. Вот он. Это сорт Королевич. Я про него упоминал. Это сорт, который сходил очень плохо, очень долго. И ростков было очень мало. И еле-еле вот один росточек остался. И он, конечно, очень сильно отличается, например, от прочих. Вот от этих, например, помидоров. Здесь, конечно, дело, скорее всего, не в сорте, а в качестве семян. Это я тоже возьму на заметочку. Еще один сорт. Тоже, который не очень хорошо сходил, не очень хорошо рос, но, тем не менее, вырос. Это сливка желтая. Вот видно, какой росточек тоже маленький. Хотя это индетерминантный сорт. Должен быть вот такой примерно. Ну, растет и растет. Ладно. Дело еще не в этом. И вот рядышком, сегодня, я заметил, вот видно, еще появился росток этого сорта. Если учесть, что 24 марта я их сеял, то вот этот росточек появился на 27-й день после посева. Вот такие, видно, были семена, что всходы продолжаются 27 дней, 4 недели практически. Вот такие вещи бывают. О чем это говорит? Это говорит о том, что семена были не очень хорошего качества. Конечно, беда небольшая. Этот сорт у меня сохранился. Он растет. Я думаю, вырастет. Попробую я, посмотрю. Но, конечно, неприятно, когда он отстает настолько. Вот так. Но такие вещи бывают. И это надо брать на заметочку. И тоже я это, конечно, запишу в свою тетрадку. И буду иметь в виду. Но самое интересное произошло у меня с перцами. Ну, перчики в целом нормальные. Вот они. Может быть, чуть-чуть они отстают по сравнению с прошлым годом. Но уже сейчас, уже на солнышке видно, что они начали нагонять. И будет с ними все нормально. В этом я уверен. Но один сорт, я в этом тоже рассказывал. Это сорт Ятаган. Сходил очень плохо. Там, по-моему, два росточка всего взошло. И оба больные. Один сразу погиб. Второй еле-еле живой. Долго рос. Я его выхаживал. И я его выходил. То есть, он начал расти дальше. Вот он. Видно, что это сорт. Вот написано на стаканчике Ятаган. Ну, пока он был маленький. Семидольные листики. Они были уродливые. Такие непонятные. Ничего ясного не было. И вот сейчас появились настоящие листики. И что-то мне кажется, что это... Ну, если перец, то очень-очень странный. И больше всего этот росток похож, как это не поразительно, на баклажан. Каким образом это получилось, я не знаю. Потому что в ту пору баклажанов я никаких не сеял. И нет куда было бы взяться этому семечку. Или это перец такой очень странный. Пересортный. Или каким-то образом попал в пакетик с семенами перцев баклажанчик. Ну, я пока этот росточек оставил. А больше ни одного ростка этого перца нету. Вот только он один. Остальные вообще не взошли. Ну, один сходил, погиб сразу. Вот такая интересная вещь произошла вот с этим перцем Ятаган. Тоже, конечно, оставлю, понаблюдаю, что с ним будет дальше. Вот такие интересные вещи иногда происходят с рассадой. У каждого огородника такое бывает. Надеюсь, и другие поделятся, расскажут, что у них интересного. У кого-то бывают семидольные листики, тройные, даже четверные. Вот у меня оказались сцепленные ростки. Еще некоторые вещи бывают, происходят. Так что рассада, она всегда чем-то удивляет. Каждый год происходит много интересного. Ну, а в конце пожелаю огородникам, чтобы рассада у всех росла хорошо, была крепкой, здоровой. Были потом здоровые растения и порадовали бы всех хорошими урожаями.